Приветствую всех! Меня зовут Горбунова Кристина, я художник-педагог в студии живопись маслом, город Санкт-Петербург. И сегодня мы с вами попытаемся разобраться в самом важном при написании портрета, это пропорции лица. Я предлагаю разобраться сегодня, во-первых, в стандартах, какие существуют, и во-вторых, уже на примере этой замечательной английской актрисы посмотреть, как у нее расположены черты лица, какие размеры и какие пропорции. Ну давайте сначала поговорим о стандартах. Итак, у меня есть картинка, на которой можно посмотреть, какие пропорции существуют. Здесь взято стандартное женское лицо. Мужское лицо практически ничем не отличается, только при написании мужчины мы немного все черты лица делаем более суровыми. У женщин, наоборот, сглаживаем. Итак, вот у нас есть лицо. Конечно, у каждого человека лицо свое, у кого-то круглое, у кого-то овальное, у кого-то вытянутое. Но если взять стандартно, то это вот такое продолговатое лицо. Мы сначала рисуем вот такой вот овал, сверху делаем чуть побольше, потому что там у нас коробка, черепная находится. Дальше мы делим пополам вертикальной линии лицо. И если горизонтально вот эту вот линию поделить пополам, то у нас на этой линии окажутся глаза. То есть средняя линия глаз, ни нижняя века, ни верхняя века, а именно посерединке. То есть у нас на этой линии будет располагаться вот эта точка и вот это, углы глаза. Дальше мы с вами, если наметим линию роста волос, это вот примерно здесь находится. Мы это все определяем методом визирования, если уже говорить про написание портрета какого-то человека. Здесь же мы примерно вот столько вот отмеряем. Я не могу точно сказать какое-то количество. Это уже мы смотрим все сугубо по портрету. И если разделить вот это вот расстояние от этой точки до линии подбородка на три равных промежутка, то у нас окажется, что вот эта вот верхняя треть это линия бровей, посередине это нос у нас заканчивается, практически это кончик носа. Там у нас будут располагаться крылья и вот это вот основание носика. И соответственно третья часть это до подбородка. Дальше, что практически у всех людей одинаково, это если мы поделим расстояние от кончика носа до подбородка пополам, то у нас с вами здесь будет располагаться либо нижняя губа, край ее, либо вот эта точка. То есть это там, где у нас начинает подбородок расширяться, то есть увеличиваться вот в этом вот месте. Что касаемо глаз. Конечно же, все хотят всегда на портрете показать красоту глаза, сделать их побольше, покрасивее, но тут нельзя перегибать палку, делать очень большими глаза. Вообще у нас с вами должно быть так. Значит, величина глаза равна расстоянию между глазами. То есть нам надо будет тоже, если мы пишем портрет какого-то человека, мы сначала измеряем размер глаза методом визирования и отступаем от него то же самое расстояние, что и размер глаза. Но это естественно, если у нас ракурс вот такой, фронтальный. Если у нас ракурс немного другой, если человек в три четверти, то мы уже с вами должны вот это расстояние немножечко уменьшить. Но у нас с вами и глаза будут уже чуть поменьше, про это я уже расскажу в следующем уроке. Дальше, какие у нас еще существуют пропорции, которые практически у всех одинаковы? Это величина ушных раковин. Если мы проведем линию от бровей до носа, то у нас вот в этот промежуток как раз ухо и входит. Здесь немножечко неправильно показано на этом рисунке, здесь у нас волосы чуть-чуть закрывают. На самом деле уши у нас достаточно большие и они у нас входят вот в этот вот промежуточек. Вот здесь, кстати, хорошо видно, вот у нас идет линия уха, где бровь и носа. Вот такое вот ухо у нас с вами должно получиться. Ширина носа, ну это опять же индивидуально, но по этому рисунку вообще в среднем, если мы проведем вот от внутреннего уголка глаза вниз вертикаль, то же самое сделаем овцарова, то у нас получится ширина нашего носа. Вот примерно такие пропорции существуют. Все остальные пропорции это уже индивидуально. Но, как я уже говорила, и сама ширина лица, и высота лица, высота лба иногда у нас бывает другая, нос иногда более острый, длинный, иногда наоборот коротенький, курносый. В общем, все мы смотрим индивидуально. А теперь давайте на примере конкретного человека рассмотрим, какие пропорции бывают, и как мы их можем узнать с помощью нашего карандашика, ну или кисточки, что у вас под рукой. Вот у меня есть фотографии известной актрисы, не буду ее называть. И мы сейчас давайте посмотрим, какие пропорции у нее в лице. Ну, во-первых, у нее очень красивое выразительное лицо, красивые черты лица, и у нее как раз анфас, то есть проще всего, конечно же, портрет начинать вот с такого ракурса, это анфас, когда мы хорошо все видим без искажений. Я не вижу, где у нее заканчивается голова, но я приблизительно вот по линии волос, которые у нас здесь есть, представляю себе, что вот здесь вот у нее голова заканчивается. Но нам, в принципе, эта точка не так уж и важна, потому что глаза мы можем определить и где относительно вот этой вот, где у нас начинается линия роста волос. Давайте посмотрим. Ну, для того, чтобы точно убедиться, вот где-то здесь у нее заканчивается голова. Берем карандашик, это называется метод визирования. Если мы поделим вот это вот расстояние вертикальное пополам, то у нас с вами должна получиться линия глаз средняя. Ну, давайте посмотрим. Итак, у нее не получается. Соответственно, мы понимаем, что не у всех людей, и хоть у нас и ракурс достаточно такой фронтальный, то есть мы видим в анфас, но при этом у нее голова чуть-чуть все равно наклонена вниз. Поэтому у нас вот это вот уже искажается пропорция, и глаза у нас чуть ниже. Дальше, давайте посмотрим, вот у нас линия роста волос. По стандарту у нас должны получиться три равные отрезки, если мы поделим вот это расстояние на три части. Ну, давайте посмотрим. Вот примерно линия бровей, нос и подбородок. Итак, здесь у нас получается, что если мы поделим на три равные расстояния, то у нас получится, что вторая точечка вот эта будет на кончике носа. Ну, в принципе, так же, как вот и по стандарту. Дальше, давайте посмотрим на глаза. Глаза мы берем расстояние от одного уголка до второго. Тут, конечно, с макияжем сложно определить, где, но у нас получается четко размер глаза равен расстоянию между глазами. Давайте теперь посмотрим по пропорциям от кончика носа до подбородка. Если мы поделим пополам, то у нас должна получиться точка, это вот где заканчивается нижняя губа. Давайте посмотрим. Ну, что, у Киры на этле немножечко вот это расстояние меньше. Соответственно, вот таким вот образом, методом визирования мы с вами определяем, какие пропорции у человека. Например, как определить ширину ее лица? Мы берем самую широкую часть, это скулы. Берем вот таким вот образом карандашиком фиксируем, то есть у меня кончик карандашика упирается вот сюда, пальчиком я фиксирую ширину лица и измеряю, сколько раз у меня, например, от линии роста волос это расстояние укладывается раз, ну вот, почти полтора раза. Вот таким вот образом вы можете измерять все, что угодно. Например, вы вот узнали размер головы, размер лица, провели нужные оси и дальше определяете методом визирования все остальные размеры. Это очень просто, вам просто нужно приноровиться. А теперь я покажу вам, с чего вообще мы начинаем работу над портретом. Ну что, вот у нас есть лист, и мы должны сначала грамотно вписать голову в этот лист. У нас должно быть по бокам определенное расстояние сверху и снизу. Мы должны поместить лицо вот примерно вот сюда, но опять же не делать его слишком большим. И помним, что голова это у нас овал, у которого сверху больше, чем снизу. Вот примерно вот такое вот лицо с головой у нас с вами получится. Дальше, с чего мы начинаем? Конечно же, этот рисунок у меня просто начало. Там у вас пропорции могут быть совершенно неправильные. Мы сейчас будем прорабатывать. Дальше мы делим вертикальной линией голову пополам, если у нас с вами ракурс вот такой, как у меня сейчас, то есть в анфас мы видим. Дальше вот мы понимаем, что вот эта вот точка, это у нас голова здесь заканчивается, здесь подбородок. Но так как будем идти сначала по стандарту, то мы делим это расстояние пополам. Вы можете методом визирования проверять себя. И вот сюда мы с вами поставим глаза, пока их никак не прорабатываем. Сначала мы на вертикальную эту ось нанизываем основные направления, то есть глаза. Дальше мы определяем, где у нас линия роста волос. Берем вот это вот расстояние от линии роста волос до подбородка, делим на три равные части. Ну это все мы делаем тоже методом проб и ошибок. Вот сначала я беру, наметила себе вот такое расстояние. Теперь смотрю, хватит ли. Ну практически надо еще чуть пониже сделать. Еще раз. Раз, два, три. Вот. Значит у меня получится, что вот здесь вот линия роста волос, тут вот у меня пойдут волосы расти. На эту линию я посажу брови, здесь у меня будет кончик носа, ну а здесь соответственно подбородок. Дальше я поделю вот это расстояние пополам, здесь у меня должна будет закончиться нижняя губа. Ну если я уже проверила портреты, у меня все по стандарту, то мы идем вот таким образом. Дальше я приблизительно намечаю, где у меня встанут глаза, тоже перепроверяю. Ну вот у меня все получилось. Дальше я нахожу себе, где у меня скулы, могу перепроверить вот этим вот размером высоту лица. Ну и так далее. Ну первое, что вы должны сделать, это наметить овал вот такой сверху, он должен быть пошире, потому что мы должны себе представлять, что там вот у нас идет черепная коробка. То есть вот такой вот шарик мы еще должны себе там вот подразумевать. Дальше мы делим вертикальной осью пополам, делим горизонтальной осью пополам. Таким образом у нас получается линия глаз. Дальше находим точку, на которой у нас начинают расти волосы. Дальше делим вот этот вот промежуток на три равные части. Таким вот образом мы с вами намечаем, делаем основной рисунок. Что мы делаем дальше, я уже буду вам рассказывать позже. Так что удачи, надеюсь у вас все получится. Попробуйте написать, нарисовать вернее портрет какого-нибудь друга или известную личность. Попробовать, вот по крайней мере пока разобрать на пропорции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова